МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Убытки в сфере креативной индустрии в период пандемии составили более 120 миллиардов рублей. Знаете, жизни без трудностей вообще не бывает. Я глубоко убеждена, что жизнь – это и есть преодоление трудностей, работа с трудностями и извлечение из этих трудностей уроков. Вот мне кажется, сегодняшний форум – это форум уроков. Я глубоко убеждена, что весь ужас, вся сложность, вся драма, ситуация в мировом масштабе, которую мы переживаем и еще не до конца пережили, она в то же время и принесет нам большую пользу. Среди первых полезных уроков пандемии – создание Всероссийской рабочей группы по цифровой трансформации. Свою кандидатуру от Ульяновского региона предложил Сергей Морозов. Губернатор уверен, на симбирский опыт стоит обратить внимание и другим уголкам страны. С предложением расширить федеральную поддержку регионов и обеспечить каждое учреждение культуры высокоскоростным интернетом, руководитель области обратился в Совет Федерации. Снабдить учреждение необходимой компьютерной техникой со своей стороны намерен региональный бюджет. Необходимые материалы для построения национальной стратегии развития креативной экономики страны в Ульяновской области готовы практически полностью. Наш сегодняшний форум, проходящий преимущественно в онлайн формате, пользуется теми рабочими, необходимыми ресурсами, которые мы для себя открыли. Очень важно, друзья, не упустить этот уникальный шанс, этот уникальный опыт и, конечно, развивать его. Давайте перестанем бояться. Давайте шагнем в будущее. Причем шагнем не просто зажмурив глаза, а готовыми к встрече с этим будущим. Рассмотреть все трудности цифрового завтра широко открытыми глазами позволяет фундаментальная подготовка к трансформации. Презентовать первый в регионе специализированный фонд целевого капитала решили в качестве практического итога продуктивной работы цифровой сессии. Культурный капитал 73 даст возможность реализовывать самые смелые инициативы и творческие эксперименты деятелей культуры и искусства Ульяновской области без оглядки на финансовые возможности городского бюджета. Некоммерческий культурный эндаумен будет объединять всех желающих активно поучаствовать в жизни и развитии начинающих гений в губернии. Сделать такую поддержку стабильной позволит социально-экономическое прогнозирование. Эта работа в Ульяновской области уже начата. И начата она в рамках концепции управления будущим. Уверяю вас, в абсолютном большинстве регионов Российской Федерации, если не сказать о том, что во всех регионах Российской Федерации нет концепции управления будущим. У нас в Ульяновской области такая концепция есть. У нас создан специально под это большой проектный офис. Мы его назвали агентством технологического развития или агентством управления будущим, которое совместно с агентством цифровая экономика активно сейчас изучает все самые современные, самые футуристические интересные идеи. И смотрим, как они в ближайшее время станут явью. При этом на высшем уровне напоминают о балансе. Уравновесить чашу цифровой трансформации с живыми выступлениями призывают гуру культурной отрасли. Мы же не только должны людей информировать об искусстве, мы должны людей развивать. Вот это проблема, которая решается, с моей точки зрения, только при живом общении. Развитие внутреннее происходит, как бы совершенно не были технологические системы, как бы они не были совершенны. Развитие происходит при живом общении учителя с учеником. Миллионы идей и тысячи практических решений в рамках таких встреч дают возможность из раза в раз сверять вектор культурной политики региона с российским и мировым. Накопленный за многие годы активной работы опыт мотивирует к новым рывкам и расширению дискуссионных границ. Юбилейный, десятый форум станет заключительным в истории региона. Работа продолжится уже на новых творческих площадках. Мы понимаем, что нужна экспертиза, мы понимаем, что нужна коммуникационная площадка, мы понимаем, что нужна проверка идей на прочность и проектирование каких-то больших междисциплинарных вещей. Но это не обязательно будет форум. Тогда, в 2011 году, наверное, это был единственный механизм, который позволял концентрированно собирать лучших из лучших в одном месте в одно время. Сейчас мы можем себе позволить роскошь, собираться много раз в онлайне и в офлайне. И я думаю, что это будет не менее что-то интересное, красивое, которое может порадовать не только наших гостей, наших партнеров, но и принести большую пользу в Ульяновске. Яна Федорищева, Артем Куранов. Новости Уллправда ТВ. Субтитры создавал DimaTorzok